Ты очевидно догадываешься, Любознайкин, что я горю от нетерпения перейти к изучению практических схем. Я обещал своему дяде собрать усовершенствованный транзисторный приемник, который он бы смог взять с собой в Африку, где он хочет полечить свой ревматизм на солнце. Я намереваюсь сделать двухкаскадный усилитель низкой частоты. Могу ли я сделать общую обратную связь на оба каскада, подав напряжение с выхода на вход? Да, однако в транзисторных схемах не следует делать обратную связь больше, чем на два каскада, так как из-за внутренних ямкостей, о которых я тебе говорил в прошлый раз, в каждом каскаде происходит дополнительный сдвиг фазы. И если сделать обратную связь больше, чем на два каскада, то дополнительный сдвиг может оказаться настолько большим, что заранее не узнаешь, какую в результате фазу получишь. Иначе говоря, появится риск получить вместо отрицательной обратной связи положительную. И в этом нет ничего удивительного. Вот на рисунке схема, которая должна тебе понравиться. В ней как раз два низкочастотных каскада с реостатной емкостной связью. С выхода через конденсатор С мы снимаем с помощью сопротивления R1 и R2 часть напряжения, чтобы подать его на эмиттер первого транзистора. Ну и что дальше? Почему не на базу, как мы делали это в схеме с одним каскадом? Потому что каждый каскад переворачивает фазу. Поэтому после двух каскадов сигнал должен совпадать по фазе с напряжением, приложенным ко входу. Значит не может быть и речи о подаче выходного напряжения на базу. Вместо отрицательной обратной связи мы бы получили ужасное самовозбуждение. Подавая же напряжение с выхода на эмиттер, мы создадим благоприятную отрицательную обратную связь. А кроме того сопротивление R2 само создаст в первом каскаде эффект последовательной обратной связи. Чудесно! Вот схема, которая даст счастье моему дяде. Боюсь, что нет. Так как насколько лучи тропического солнца будут благотворны для твоего дяди, настолько они будут вредны для радиоприемника. Ах да, я забыл о неприятностях, которые влечет нагрев полупроводниковых приборов. Может следовало бы положить пузырь со льдом на приемник? А для начала скажи мне, как сказывается на работе радиоприемника увеличение тока транзистора, вызываемого повышением температуры? Я дал себе слово не говорить сегодня о характеристиках, которыми ты изрядно насыщен. Просто представь себе, Незнакин, что начальный ток коллектора удваивается при каждом повышении температуры на 8 градусов. Следовательно, при повышении температуры от 0 до 40 градусов, ток может увеличиться в 32 раза. Это значит, что все выходные характеристики резко стремятся вверх. В результате рабочая точка, которая, позволь тебе напомнить, лежит при пересечении нагрузочной прямой с одной из коллекторных характеристик, великомая общим передвижением характеристик вверх, переместится влево вместо того, чтобы находиться посередине нагрузочной прямой. Прощай тогда наша красивая симметрия. Прощай исключительная линейность усилителя. Какое бедствие? Ты меня сразил. Но не слишком, ибо я знаю твой метод. Ты подвергаешь меня в самую глубокую скорбь, а затем, как фокусник, вытаскивающий из цилиндра кролика, показываешь мне средство, которое спасет положение. Ну так, вытаскивай своего кролика. Ты уже знаком с ним, нас еще раз спасет обратная связь. Являясь эффективным средством борьбы с искажениями, она поможет нам и в предотвращении медленных изменений режима питания, вызываемых влиянием температуры. Значит, рассмотренные нами схемы обратной связи одновременно служат и для компенсации влияния температуры? В известной мере да, когда они создают обратную связь и по постоянному току. Схемы, рассмотренные нами ранее, под этот случай не попадают. Но в принципе, для этой цели нужна более глубокая обратная связь. Но тогда она будет слишком сильной для наших усиливаемых сигналов и чрезмерно снизит их усиление. Какой выход можешь ты предложить из этой пиковой ситуации? Оставим в стороне сопротивление обратной связи, корректирующей усиливаемые сигналы. И займемся сопротивлениями, компенсирующими влияние температуры. В этом случае можно воспользоваться последовательной обратной связью, выполненной вот по такой схеме. Но я не замечаю существенного отличия от прежней схемы последовательной обратной связи для переменной составляющей напряжения. Ты добавил только один конденсатор. Но это именно та маленькая деталь, которая изменяет все. Этот конденсатор обычно электролитический, имеет большую емкость и представляет для переменных токов значительно меньшее препятствие, чем сопротивление РОС. Поэтому через сопротивление РОС будет проходить только постоянная составляющая тока. И только она будет подвержена влиянию обратной связи. Просто и астролумно, как яйцо Христофора Колумба. Но что делать, если мы одновременно пожелаем иметь обратную связь и попеременной составляющей? Ничто не мешает нам включить в точке А последователь с сопротивлением РОС, другое сопротивление обратной связи, которое мы не будем блокировать конденсатором. Это очевидно. А можно ли для стабилизации рабочей точки применить параллельную обратную связь по напряжению? Разумеется, но тогда убирают конденсатор, который мы раньше включали как раз для того, чтобы не пропустить постоянную составляющую. На базу подают одновременно часть переменного и постоянного напряжения коллектора. Но я не вижу здесь второго плеча делителя напряжения, который должен использоваться для достижения этой цели. И это не случайно. Его функции выполняет входное сопротивление транзистора. Сопротивление промежутка базы эмиттер. Если же ты хочешь создать параллельную обратную связь только по постоянному току, то и здесь можно с помощью конденсатора устранить обратную связь по переменной составляющей. Если составить сопротивление РОС из двух последовательно соединенных сопротивлений РОС1 и РОС2. Но вернемся к моему дяде. Если я правильно понял, то можно скомпенсировать влияние температуры на схему усилителя, включив сопротивление в точках А и Б. Совершенно верно. При этом первое из них следует заблокировать конденсатором большей емкости, чтобы оно не усиливало чрезмерно обратную связь по переменному току. Об еще одном методе борьбы с неблагоприятной реакцией температуры я расскажу тебе в следующий раз. Смотрите продолжение и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Продолжение следует...